Новые приключения. Часть первая. Египет. Была не была. На какой стол прыгнуть, ума не приложу. Ладно, на левый. Нет. Лучше на правый. Нет. Не люблю я сюрпризы под занавес. Мумия. Секреты Меджея. Орден. Каждый раз все по-новому. Как принять правильное решение? Нет, в этой игре не победить. Такова задача Меджея. Защищать мир от зла. Преодолевая все препоны. Боюсь, что упав с водопада с высоты 30 метров, я уже ничего не преодолею. Опасность тебе не угрожала. Мне так не показалось. Главная ошибка Алекса кроется в его нерешительности. Никогда не следует сомневаться в том, что подсказывает интуиция. Интуиция. Вот главное орудие Меджая. Итак, Алекс, повторяем, пройденное. Вы шутите? А я-то надеялся, что без Махатепа будет как-то полегче. Франция. Париж. Страшный рев. Ожившая мумия прекрасно осознавала, что отныне она будет служить своему господину, известному египтологу, путешественнику и жизнелюбую Колину Уизлеру. Как бы не так. И дураку, ясно, руководить мумией невозможно. Я всегда говорил, мое искусство не для всех. Ой, господин, я считал вас мертвым. То есть совсем мертвым, а не полумертвым. Улчать! Вы все такой же коммуникабельный. Мне нужна ваша помощь. Нельзя терять ни минуты. Но ведь фиванские свитки уничтожены. Я сам видел, они сгорели дотла. Я помню это. Я нашел иной способ вернуть царство, которое по праву принадлежит мне. И на этот раз мне не помешает никто. Египет, долина царей. Ого! Я уж и забыл, как приятно путешествовать экспресс-мумией. Вы что-то ищете, господин? Глупец! Не что-то, а кого-то! Англия, Британский музей древностей. И тогда Алекс уничтожил свитки, а МХТ поунесло потоком. С тех пор мы его не видели. А дирижабль Зефир сгорел. Мда, мумии. Да чего же они бывают уперты? Ну и прекрасно, что его унесло. Так, вы нам верите? А почему бы нет? За все эти годы у меня самого была пара стучек с ожившими мумиями. И не ругайте нас за Зефир. Вообще-то мы хотели бросить эти походы за мумиями. Отличная мысль. Но только после того, как вернетесь из долины царей. Долина царей? Мне нужно, чтобы вы узнали, что там творится на некоторых из раскопок, которые ведет там наш музей. А доверить это задание я могу только вам. Эви, нам не обязательно соглашаться ехать. Но там ведь Алекс. Он там проходит подготовку Ардета. Заодно могли его проведать. Вот и отлично. Ваше новое транспортное средство ждет вас на аэродроме. Счастливого пути! Нельзя не отметить, что этот дирижабль лучше старого. Здесь уйма технических новшеств. Двусторонняя радиосвязь, турбоускорители. И я. Джонатан? А он как здесь оказался? Да будет вам. Мы же одна команда. Все с одного отчаянно двоих, а Джонни третий. Ну, что ты в этом духе. Да. И я тебе страшно рад, да? Послушайте, может проверим захоронение вместе? А как же твоя подготовка? Вы бы поговорили с Ардетом, объяснили, что я вам нужен. Алекс, у тебя все в порядке с учебой? Да, да. Гораздо лучше, чем я думал. Так, поговоришь с ним, пап? Ладно, поговорю. Алекс прекрасно выполняет все задания, но ему не хватает уверенности в себе. Интенсивность программы привела к тому, что он стал сомневаться в своих способностях. А в сражении это может иметь печальные последствия. Семь надгробий полностью разбитые. Но вот что странно, ничто не украдено. Все на месте. Странно. Странно то, что в Египте никто не вытирал пыль. Толщина этой плиты 30 сантиметров. Разбить ее обычному человеку не под силу. Только не говорите, что опять орудует мумия. Эй, что это? То, что испугало этих людей, находится здесь. Смотрите иероглифы. И что тут сказано? Осторожно. В этих могилах покоится зло. Ну, конечно. Зачем нам обращать внимание на такое предостережение? Это же Имхотеп. Он вернулся. Рановато мы обрадовались его смерти. Может, уйдем отсюда по-тихому? Да, уже не получится. Осторожно, земля перед нами усеяна ловушками. Старайтесь не наступать на круглые камни. Наконец-то. Скоро ты в ноте живешь. А вот это вряд ли. Опять эти оконулы? Я еще с вами не расквитался за хиванские свитки? Советую отойти от саркофага. Будем сражаться на равных. Как бы я хотел собственными руками замучить вас. Но, увы, у меня слишком мало времени. Поживайте, воины! Только самые опасные мумии могут вызвать в жизни такую охрану. Ну и везет же нам. Атакуем! Вообще я не люблю шашлыков, особенностей самого себя. Следуй за мной! Сюда! И умрешь ты на веке. Вообще-то за это время я мог бы научиться танцу и полыться. Ай, мой белый костюм! Молодец, Джонатан! Так было задумано. Вставайте, воины! Алекс, видишь решетку на потолке этого мушка? Нужно только подвинуть камень, что у твоих ног. Но какой из них? Их тут много! Интуиция подскажет! Давай, скорее! А если интуиция не подсказывает, используй браслет. Давай, падай! Падай! Давай! Отлично сработано, Сриналикс! Осторожно! Вот именно... А? 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 О! Ничего себе! Алекс! Ты жив? Да, только устал немножко. Надо с этим браслетом поосторожнее. Вот именно. И помни, Алекс, твоя интуиция более надежное оружие, чем браслет. Помни. Столько разбитых надгробий. Имхотеп явно искал кого-то, кто для него очень важен. Может, я что-то не понимаю? Даже наш забинтованный друг не в силах никого оживить без Книги Мертвых. А ведь она уничтожена. Но вдруг он нашел иной способ. Так оно и есть. Это же корона Изимы. Не может быть. Что-что? Чья корона? Корона Изимы указывает на место, где расположено Озеро Вечности. Согласно легендам, воды озера могут вернуть к жизни мертвых. Озеро появляется каждые пять тысяч лет и только на 24 часа. А затем исчезает в пустоту. Вот почему Имхотеп торопится. Он знает, озеро появится сегодня. Попробуем мы опередить эту мумию. Ну и тяжелые же они. Конечно, он может смерчем летать на край света, только не сейчас. Проклятье! Опять эти люди! Кора Атакуи! Нас атакуй! Даже приземли, синяки! Жонатана, отрабатывай еду! Держи руль! Ну, мы сейчас правильное решение! А мы спустимся по веревке и попытаемся расстроить планы Имхотепа. Блестящая идея, а я останусь здесь. Да, ты тоже остаешься. Что ж, спасибо за доверие. Интересно, зачем этот рычаг? Он меня не слушается! А? Ой. А-а-а! Сейчас срезаемся! А-а-а! Я же говорил, лучше родиться в рубашке, чем умные. На этот раз они мне не помешают! А? А-а-а! Имхотеп не должен погрузить мумию в воду Озера Вечности. Кто хочет прокатиться на бревне? А-а-а! Левый поворот! А-а-а! Пригнуться! А-а-а! Как мне всё надоело! А-а-а! Мы почти у берега озера! Всем прыгнуться и выпрыгнуть! А-а-а! 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 Максимальная скорость! А-а-а! Стоило получше продумать план. А-а-а! А-а-а-а! Оживай, любимая! Оживай! Любимая? Ну, конечно! Конечно, изображение Гадюк на саркофаге. Она была верховной жрицей Египта. Оживай! Самая могущественная и коварная женщина за всю историю Египта. Она Ксунамен. Во всем мире не было женщины опаснее ее. Иди ко мне, моя прекрасная Анаксунамен. В древнем Египте ее звали Гадюк Энила. Когда Имхотепа превратили в мумию, она чуть было не сместила с трона самого фараона. Имхотеп, а когда-то ты был красавцем. Это все по их вине. Я им отомщу. Даже все первые впечатления мы произвели не очень. Горы, проснитесь и уничтожьте их. Оживайте. А, так вот оно. Озеро Вечности. Может, в конце туннеля меня все-таки ждет награда какая-нибудь. Аликс, назад! Скучно мне. Пора мне повеселиться вместе с моими подопечными. Это что, вызов? Я ждала его целую вечность. Приготовься сделать последний вздох. Старик с тобой, Родео! Точно! Старый, но верный способ скрутить ноги! Это уверенность достойная Меджая! Не расстраивайся. Возможно, и тебя кто-нибудь вернет в жизни из мертвых. Нам пора, дорогая. Сначала я должна закончить начатое. Обещаю тебе, мы все закончим, но позже! Спасибо, что селось подбросить! О, пуха! О! 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 Земля с печком быстро уходит из портов. Мы не успеем выбраться. Гейзер выбросит нас из воронки. Но он парит на коже вам. Нужна защитная оболочка. Отличная мысль, дружище. Ардер, не пора ли нам вскрыть краба? Ну как угадать, где возникнет следующий гейзер? Алекс подскажет. Нет, лучше Ардер. Твой план ты и выбирай. Верь в себя. У меня должно получиться. Должно. Вот здесь. Получилось. Ты спас нас, дружище. Интуиция. Вот главное оружие Миджая. Эви? Эви? Мама? Мама! Я не чувствую ног. Боюсь, у нее серьезный перелом. Эви, не бойся. Мы перенесем тебя на Зефир. Все будет хорошо. Нет. Мне не добраться. Не может быть, мама. Нет! Режиссер Эдди Хокинс. Авторы сценария Том Паксли и Крэг Клейн. Композиторы Лори Лериос, Джон Д'Андреа и Джордж Габриэль. Художники Джон Дабелл, Джефф Гордон, Гарри Грэм. Фильм дублирован по заказу СТС. Фильм дублирован по заказу СТС.